Беломикс 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 Ну и я, короче, как бы заказала на зону В общем, у одного мужика я в видео видела, как он из кукурузы сушеной делал кукурузную муку У меня, кстати, нет, к сожалению, легчать у кукурузы сушеной Но я делала в нем уже из гречки муку Один раз делала смузи Специально Ну, типа мороженое Мороженый банан Я, может быть, все-таки замонтирую отдельно этот ролик Какими-нибудь кусками Потому что там делалось так, знаете Встала, попробовала Нет бы сначала попробовать и сделать правильно А вот писала процесс, вот прям вот и я Ну, как бы, почти лайфстрим только В оффлайне И делала просто смузи Делала арахисовую пасту Делала жидкую халу Как это на некоторых сайтах Называются Семечки подсолнечника и кунжута Вот что сейчас, в принципе, собираюсь делать Хочу сделать еще и с кэшью Урбечь Но пока только еще в планах А я, короче, как бы За 4 минуты он мне сделал из арахиса Арахисовую пасту Первый тест свой Он на 2200 ватт У него 45 этих И тысяч В минуту Или в секунду оборотов Да, я управляю снова с телефона У него В комплектации вот такая фигнюшка была Толкатель Вообще, именно такой блендер Не то, чтобы именно его Да, именно его Года два назад я его увидела Вот похожий блендер Что-то такое Вы хотите такой блендер? Жаба душит Потом, значит, купила какой-то блендер 2000 ватт Он у меня в этот же день И не включился дома Я его сдала потом на азон Мне вернули деньги Это год назад было Этот ролик до сих пор не смонтировала Хотя у меня даже стишок написался Ну, короче, когда-нибудь это счастье будет Я выложу все Я думала купить блендер Китфордовский Но именно такой вот Мощность Именно такие вот обороты и так далее То, что мне надо было Не было Ну, там где-то писали Да, да, часовую пасту можно сделать Ну, знаете, на заборе это уже написано Но как-то вот Я подумала Ну, я еще Видео записала Телефон у меня бзюкнул Ну, что типа, как бы это Хотеть так Хотеть такой блендер А потом думаю, а что я хотеть? Мне есть деньги В крайнем случае Могу у родственников Долг взять, если совсем обедняю Как раз у меня был Перед ожидания покупки окна То ли мне его уже поставили То ли мне его собирали ставить Наверное, все еще собирали ставить Потому что сказали Через три недели А сделали через месяц с хвостиком А потом еще и сеточку Три недели везли Но сеточку все-таки сделали За два дня до окончания Шестидесяти дней ожидания Ну, там в пределах шестидесяти дней Короче, вам сделают окно Ну, и в общем Вот у меня такое счастье Я даже заказала запчасти для него Ну, ты это, возможно, видел в обзоре В каком-нибудь Давайте его Да, можно купить на 900 миллилитров Для сухих ингредиентов Запасную чашу где-то за 3 900 Вот крышечка У него, кстати, мерное деление По-моему, тут А, нет Или были Или не на нем Нет, на нем нет мерного деления Ну, просто крышечка Короче, да, тут не получились бы мерное деление Потому что вот можно палец просунуть немножко При случае вот иногда брызги выпрыгивают Сама вот эта крышечка Она как бы У меня, кажется, резиновая С одной стороны очень туго зафигачивается С другой стороны зато ничего не выпрыгнет И да, вот сюда можно просунуть этот толкатель Вот она сейчас вот тут С толкателем Он на 2 литра этот Пластик, кстати Без какой-то там вредной хренатени Я забыла, как это называется Он на 2 литра Ну, тут еще немножко с запасом идет Вот с двух сторон Шкала эта мерная И вот до сюда До пальца моего Вот столько еще где-то остается Ну, до крышки где-то остается сантиметра 2 До начала вот этой вот крышки А так вот Ну, в принципе остается, наверное, даже Ну, где-то пол литра еще остается Чтобы вот заполнить Заполняйте до верху, значит, да Вот до максимума Там еще остается промежуток У него 15 скоростей Турбо-режим Он же импульс И включается Я продемонстрирую Сейчас все И вот эта вот штучка Которая как раз импульс Или турбо-режим На ней можно его мыть Вот осталось что-то там Капельку моющего средства Тепленькой водички Пшик на 10 секунд Оно все И выливаете Останется только Окатить И он еще, ну как бы Он предохраняется От перегрева На Вайдберрис писали, что 5 минут он может работать Потом отдыхать Но на Вайдберрис, я так поняла Там вообще профаноиды сидят На Озон Там и вообще в инструкции Написано, кстати Инструкция нормальная Такая по-русски Нормальным русским языком Написано По применению Там написано, что в принципе Если будет перегрузка у него То он сам как бы Отключится, отдохнет Потом включится У него такая там Вентиляция хорошая Когда на нем что-то делают У меня занавески Продергивают Единственный минус Может быть для кого-то Тут ну не очень длинный шнур Но мне в принципе его хватает Муфта заменяемая Ножечки тоже заменяемые И вот эта фигня снимается ключиком Который я обозревала в одном видео Снова я тут достала кунжутик Кунжутика на самом деле не очень много Но у меня где-то есть там Килограмм кунжутика За ним надо идти Я даже не помню Как он сейчас выглядит Где он там стоит Поэтому я думаю Обойдемся меньшим кунжутиком И вот тут я думаю Где-то стакан семечек Вот чисто даже семечки измельчала На первой скорости Меньше чем за минуту Пшик Ну и самое минимальное Вот если там что-то сделать В одном видео я смотрела Что на минимум 400 грамм арахиса Тогда вот оно вот 4 минуты сделается Но у того мужика Который кукурузу взбивал в муку Все-таки надо меньше чем 400 грамм На просто Минимально надо Чтобы просто ножички закрывала Потому что Когда было 400 грамм Чуть больше времени у меня потратилось И да Кошка очень боится этого звука Хотя Он хоть и очень мощный Но он Довольно тихий Я считаю По мне так он тише чем у меня Вот тут блендер Браун Который стоишь на 800 ватт Хотя Если ваши друзья Соседи Любят Неудобное Время Ну там ночью Где нибудь шуметь То вы вполне можете Часов 11 Или Пол 11 Включить этого товарища И тоже пошуметь Сейчас я покажу Да Он Немножко съезжает Когда на сильных оборотах Тут уже Рисовую пасту делает Поэтому Можно его лучше придерживать Смотри Зрители Вот На эту вверх Сейчас у нас стоит На минимальной скорости Двигаем Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На вторую клавишу как раз надо нажимать и держать ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 халву или просто пасты, надо их немножко обжарить или проколить там в духовке, в микроволновке. Я про это совсем забыла, но действительно есть эффект, когда разница, когда делала из арахиса, просто вот сырого, не обжаренного, но как-то дольше шло сам процесс, когда делала обжаренный арахис использовала и не дала ему полноценно так подостыть, ну, чтобы уж не совсем супер горячий, да, был, что сразу запотело стеклышко у меня, когда так сделала, но при этом, ну, не обжечься об него, при этом, чтобы не холодный был, ну, где-то градусов так, максимум 40 должно быть, тогда вот быстро так у меня все прошло, как раз первый раз я делала, когда арахисовую пасту, тестировала его, и когда делала именно, что не дала полноценно остыть арахису, то у меня быстро так, в общем, запотелось стаканчик, мне пришлось давать ему подольше так отдохнуть, подостыть, и, соответственно, постой, делала дольше, ну, в принципе, вот, примерно так же может, чуть, чуть более дольше, чем, допустим, из этого, из необжаренного, из сырых семечек, вот, ну, они как бы не сырые, подсушенные все же, но именно, что они, ну, комнатной температуры, градусов 20, если бы были градусов 40, процесс пошел бы быстрее немножко, он сейчас такой вот подахливый, из него можно при желании слепить, что-нибудь-то, ну, можно слепить шарик, ввалять в кокосовой стружке, можно сделать конфетки, в общем, вот, я сейчас еще покажу тебе зритель, как я его мою, ну, как можно его помыть, допустим, чтобы потом просто окатить осталось, и сюда добавлю еще меда, и уже потом покажу готовый, я не знаю, тут какая-то, какой у меня, да, у меня тут баночки, коробочки, точнее, из под сырых окон, я что-то им очень даже прониклась, даже на одну, арахисовая паста когда-то была, это не за у него времени, даже, слушай, с датой, когда она была, 26 октября, почти месяц назад, у нас сегодня 23 ноября, фаберлик, многострадальный, у меня тут есть чайник с водой, я думаю, что она еще не сильно так остыла, как раз, чтобы быть теплой водой, толкатель я уже отправила в раковину, помыться, ну да, у нас тут где-то градусов 30, можно, конечно, подогреть, наверное, немножко, чтобы было градусов хотя бы 40, пока чайник грелся, я тут достала мед, просто пока еще положила, здесь где-то полторы столовых ложки, и здесь где-то пол столовой ложки, что тут поменьше, и чуть попозже перемешаю, уже просто до однородности, в общем, у меня начальники где-то градусов 70, сейчас добавлю просто холоденькой водички, вот так 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 вот чтобы не мешал просмотру временно поставим на окно ну и смотри здесь да, у нас вся такая пена в крышечку конечно она не выпрыгивает но вот я просто покажу к нему сейчас камеру со штатива смотри вот здесь вот пена если постараться так ну в кавычках конечно постараться то она может немножко тут вот намочить ну и осталось нам это вылить и окатить надеюсь там все отмоется в итоге фаберлик все же не справился и я вот разобрала открутила дно и немножко протерла то что там не отмылось вот так оно выглядит да я не записала процесс ну я как-то не думала что мне придется его все-таки разбирать обратный процесс тоже не буду записывать потому что с непривычки это немножко туго ключ из руки слегка выбирается ну как бы реально это сделать и в инструкции советуются как бы ножи очень короткое время чтобы они соприкасались с водой это если вот их отдельно мыть ну я думаю просто надо использовать средство какое-то помощнее более мылкое чем фаберлик что-то вообще фаберлик как-то в этот раз меня разочаровывает в плане мытья вот что чего-то такого масляного я ее более-менее перемешала частично утрамбовала в принципе если поставить под гнет вообще можно их вместе соединить поставить под гнет потом перевернуть ну в пищевую пленку завернуть то все вот конкретная халва сейчас по вкусу вот именно такая как халва ну кунжут практически не чувствуется да я его и был там ложки 2 столовых наверное и она не поверит зритель все еще немножко теплая ну не то чтобы немножко не сказать что супер горячая но она все еще теплая она еще не остыла хотя уже прилично время прошло ну 20 тонн наверное точно пока я помыла разобрала собрала на свой этот блендер чайник который в предыдущем обзоре был засвистел первый тестовый свист здесь я чуть больше чем нужно меда в принципе положила но он такой между еще не загустел но уже не такой ну как бы супер жидкий да можно сказать что супер жидкий это тот который не дозрел но в смысле что он не жидкий уже но еще и как бы не загустел полноценно уже на пути к загустеванию поэтому немножко не совсем удобно его как бы тут заливать смешивать можно было немножко его бы подрастопить под разогреть да но уж как получилось потому что в этот раз я делала с виноградным сахаром мне немножко было и с медом ну в этот раз просто с медом так вот если ты захочешь сделать себе холбу то вполне можешь ее сделать благодаря белой миксу с погружным блендером все равно не такая консистенция выходит я раньше измельчала в брауне а потом проходила с погружным блендером редмонд ну изначально мулинецом но он грелся как бы его мощности 800 ватт не хватало чтобы сделать именно то что надо и без такого отдыха и не боясь ни что еще чуть-чуть и блендер накроется перегреться и кирдыкнется ну у редмонда у меня предохранение от перегрузки но он минут 15 максимум поработает и то меньше даже с перерывами минут 15 и потом час отдыхает а к тому моменту паста может уже слегка подостыть и вернуться в ту консистенцию что была короче говоря вот не получалось с прыжками с бубном с погружным и стационарным сделать то что вот сейчас получилось хоть она и если подольше подержать было бы уж совсем такое масло масло урбечь был бы но именно вот с биоломиксом у меня моя мечта сбилась вот когда буду делать в следующий раз арахисовую пасту то тоже включу запись ну и как бы покажу тебе как она у меня делается все спасибо тебе за просмотр пока Субтитры сделал DimaTorzok